Сочинские улицы с французской изюминкой. Несколько сотен новых остановочных комплексов на курорт привезли прямиком из самой романтичной страны Европы. Все финансовые обязательства взяли на себя местные рекламные агентства. По задумке сочинских архитекторов, новые остановки должны не просто стать достойной заменой старым павильоном, но и гармонично вписаться в городской ландшафт. Конструкция, на первый взгляд, кажется хрупкой, но на самом деле материал, из которого она сделана, в 200 раз прочнее стекла. Поэтому производитель уверенно дает гарантию 12 лет. Точно такие же павильоны есть практически во всех городах Старого Света. Остановки в стиле модерн разбавили даже древнейшую архитектуру французского Пуатье. Лаконичный дизайн остановочных комплексов понравился и сочинцам. Прям какой-то европейский лоск, ну лучше. Само вот это вот, какой-то, как вы говорите, с Парижем. Не сравнится, но все равно вот есть что-то. На новых остановках можно узнать расписание автобусов, последние рекламные предложения. А скоро здесь заработает система голосового оповещения. Но самое главное – ждать свой рейс теперь удобно и маломобильным гражданам. Здесь может находиться инвалид-колясочник маломобильных групп населения наших. Он должен находиться так, чтобы упор правой руки его с правой стороны защищал какое-то твёрдое покрытие. В данном случае это плайтбокс, который является рекламной конструкцией. В зоне международного гостеприимства заменили даже те павильоны, которые вполне могли бы прослужить ещё несколько лет. Эти конструкции передали в сельские округа. Там они будут более уместные, чем в центре олимпийской столицы, считает глава Сочи. Анатолий Пахомов уверен, именно из мелочей у гостей и жителей курорта складывается общее впечатление о городе. Уже приведены в порядок более тысячи фасадов домов. В работу по благоустройству территорий активно включились предприниматели курорта. Это настоящий хороший город европейского типа. Видно ещё кое-какие дома, которые не завершены. Но я представил, когда они будут достроены, это действительно огромный позитив. Буквально за пару лет Сочи стал неузнаваем. Глобальные изменения коснулись абсолютно всех отраслей. Впрочем, на то, чтобы окончательно придать городу европейский лоск, у властей осталось меньше 200 дней. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.